Сила Сибири набирает обороты. Сила Сибири набирает обороты. Слава ППСС! И сегодня, ввиду отсутствия у нас Василисы и Василия в каком-либо виде, в одной из двух ипостасей, мы, как всегда, будем рассказывать про всякую бабуйню. Ну, про всякое странное. Да, сегодня за терминологию странного у нас будет отвечать немецкая железяка с китайской душой. Или китайская железяка с немецкой душой, мы еще сами не разобрались на самом деле, что происходит. В общем, это Экспромайзер V4. Да, наконец-то он случился и дошел таки до нас. Да, когда-то давным-давно мы уже на самом деле до третьей версии этой железяки даже добирались. И, помнится, она нам даже, в общем и целом, понравилась на самом деле. Она нас очень удивила. Ну да. То есть, оно, конечно, было там больше накаток богу накаток, да, и вот это все. Ну, то есть, такое типичное немецкое производство, вся херня, но при этом всем оно работало. И работало, черт подери, очень хорошо. Да, даже несмотря на то, что было изготовлено в Китае. Да, и тут относительно недавно Эксвейп, они выкатили, наконец-то новую версию сии железки. Ну, естественно, что пройти мимо, ну, никак нельзя было. Я считаю, это очередное знаковое событие. Да, конечно. Тем более, что Эксвейп, они, ну, на самом деле, не так часто выпускают новые баки. Ну да, учитывая, что это аж целая четвертая версия. То есть, в принципе, раз в год они примерно раз в полтора это делают. Не, ну, учитывая, что у них еще были 1.1, 1.2, 1.3. Не, ну, ладно. Этим многие страдают вот этим подставлением .1, .2. Так что да, да, раз в год. Условно да. Короче, давайте разбираться. Поехали на стол. Я все это дело покажу и раскручу. Обязательно накручу туда что-нибудь, а потом развернемся и все это дело обсудим. Итак, бачок приходит к нам вот в такой вот фирменной коробке. В принципе, дизайн ее знаком по предыдущим продуктам от компании Эксвейп. Давайте посмотрим, что нам дают внутри. Первым делом нас внутри встречает вот такая вот инструкция. Она на двух языках. На немецком и на английском. В принципе, здесь развернуто расписывается, что и как делается с этим бачком. Сейчас мы все это дело будем наглядно разбирать. Также в коробке, собственно, сам бачок в сборе. Одна штука. У меня он в черноматовом окрасе с ультемовыми вставками. Ремкомплект со всеми рингами, запасными винтами для стоя как и отверткой, а также черной вставкой в дриптип. Об этом чуть попозже. Стоит отметить, что на баке изначально с завода стоят белые ринги. Ну, соответственно, можно поставить вот такие вот черные. Запасная стеклянная колба за место ультемовой и, в общем-то, все. Прежде чем разбираться, что из себя представляет сам бачок, давайте его замерим и взвесим. По диаметру он у нас 23 миллиметра, по посадочной под дриптип 43,5 миллиметра и вместе со стоковым дриптипом 56 миллиметров. В стоковой сборке вес бака 74 грамма, увесистый. Фактически, что из себя представляет бачок? Это бак, рассчитанный под тугую МТЛ-затяжку, ну, по крайней мере, по мнению разработчиков, с верхним забором воздуха, классическим 510 коннектором, возможностью перекрытия подачи жидкости и верхней заправкой. Если посмотреть на коннекторную часть, вокруг коннектора у нас гравировка EXVAPE и, видимо, серийный номер данного экземпляра 07537. Коннектор у нас 510, плюсовой пин регулируемый, причем выпирает достаточно, на мой взгляд, для того, чтобы его даже с гибридными модами использовать. Дриптип 510. Дриптип у нас двухсоставной, как сейчас, в общем-то, модно. То есть, вот эта вот часть у нас металлическая, а верхняя скручивается на резьбе пластиковая. Их в комплекте две. Есть ультемовая, есть из черного пластика. Кому что больше нравится. Вот слышите характерный скрип, да? Вот это будет преследовать нас и далее, поверьте. Для заправки бачка необходимо будет перекрыть подачу жидкости. Она у нас регулируется поворотом бака вокруг коннекторной части. И вот тут мы снова слышим вот этот вот дивный скрип. Возможно, когда это все смочится, жидкостью будет полегче, но пока придется терпеть. Как мы видим, при повороте бака у нас здесь открываются поочередно три отверстия подачи жидкости в испарительную камеру. Их тут по три с каждой стороны. Они разных габаритов. Это я чуть дальше покажу более детально. Для того, чтобы отрегулировать воздух, поступающий в испарительную камеру, сверху у нас присутствует колечко, которое оснащено стопорами в крайних положениях. Соответственно, под колечком у нас скрываются несколько отверстий воздухозабора, после чего воздух проходит под куполом испарительной камеры и попадает в нижнюю часть базы для обдува. Когда мы перекрыли подачу с легким скрипом, надо открутить топкэп. На топкэпе присутствует накаточка, чтобы его было удобнее откручивать. Под ним у нас скрывается два здоровенных отверстия для заправки бака жидкости. Бачок, надо сказать, вмещать не слишком много всего. Жалкие два миллилитра. Видимо, ТПД добровось и до EXVAPE. Для того, чтобы его разобрать, нам понадобится удерживать его крепко вот за эту часть и после этого со скрипом скручиваем вот эту всю верхнюю часть. Естественно, что здесь все это тоже разбирается для того, чтобы можно было легко и не напрягаясь заменить пластик на стекло. И здесь мы можем увидеть, как работает воздухозабор. Воздух у нас попадает вот в эту часть и здесь между стенками купола испарительной камеры проходит сюда вниз и уходит через вот эти вот группы отверстий. Тут четыре и тут четыре. Он у нас попадает в базу вот сюда. Вот эти вот два свата. Раз и два. Четко под отверстиями подачи жидкости в испарительную камеру. Вообще, конечно, все это выглядит весьма так это опасно, расположение. В принципе, здесь стоит аренд, который, по идее, защищает от протечек жидкости возможных вот сюда. Ну, понятное дело, эксплуатация покажет. Ху из ху. Испарительная камера, ну, в общем-то, можно назвать ее редуцированной. Сферическая обработка присутствует. Выглядит все, на самом деле, достаточно неплохо. Обработка неплохая. На куполе испарительная камера у нас гравировка EX, то есть EX-VAPE. Более она ничем не примечательна. Давайте накрутим бачок для удобства работы с намоткой и посмотрим внимательно на базу. Что у нас с точки зрения базы здесь происходит? Здесь, в принципе, мы имеем стандартную структуру. Два винта. Соответственно, все это рассчитано только на установку одной спирали. По бокам от винтов фиксирующие проволоку стопоры. Причем эти стопоры, они с небольшими прорезями для того, чтобы можно было фиксировать, видимо, более порнушную намотку. Мы такой ход видели уже в кайфунах. Выглядит все, опять же, очень и очень достойно с точки зрения обработки. Самый главный вопрос. Вдув под спиралью, судя по замерам, составляет где-то 1,7-1,8 миллиметра. То есть такое, на пределе НТЛ-ных возможностей, я бы сказал. Давайте попробуем, что этот бачок у нас сможет интересного выдать. Намотаю я его по традиции под термоконтроль. 0,4 на этот раз нефем на 2,5 миллиметра. В принципе, толщина проволоки значения здесь особо не имеет. В общем, намотка получилась достаточно типичная. Я бы сказал, немножко отдающая классика и бутчим. Сопротивление 0,2 Ома. Для нефе 48,0,4 диаметра это нормально. Сегодня мы на этом деле будем парить жидкость Green Steam от компании Tejuice. Так, ну что, давайте все это дело собирать. Кстати, сейчас будет отлично видно, как работает перекрытие подачи жидкости. У нас вот эта вот часть поворачивается и открываются все три отверстия поочередно. Первая у нас самая мелкая. Ну и дальше, соответственно, диаметром побольше. Можно детально отстроить подачу. И я думаю, что это понадобится, потому что предыдущая версия бачка, она действительно по подаче была просто очень и очень яростная. Теперь проверим сопротивление до 0,2 Ома. В принципе, то, что где-то я и планировал. Ну, вот примерно так все это выглядит в связке с Вайм Лайтовским пилоном. Давайте пробовать. Так, сначала на полностью открытых отверстиях обдува, чтобы проверить, насколько у него вообще свободная тяга. Слушайте, удивительно, неплохо. Хороший рестриток DTL. Здорово. Слушайте, ну, я прямо удивлен. Надо отдать дружно. Это еще и казалось весьма неплохо по вкусу. Хотя у меня были определенные опасения на этот счет. Ну что, двинули обсуждать это с коллегами. Ну, что я могу сказать. Комплектация радует. По крайней мере, здесь есть не только ультем, который некоторым людям не нравится, но и православное наше стекло, которое не боится ничего, кроме падений. Да, но при всем при этом, кстати, о комплектации мне очень много интересного хочется рассказать. То есть, интерес особо у меня был какой. Когда я пошел на сайт X-Vape, они там обозначают, что вот, для аппарата можно купить, короче, еще Extender Kit на 4 мл. И Bubble Glass тоже на 4 мл. То есть, либо, ну, соответственно, вы выбираете ширину, либо вы выбираете высоту. Супер идея, я считаю. Но вы эту супер идею в комплект положите. Потому что, вот серьезно, я сегодня перед обзором думаю, дай-ка я затащусь и посмотрю, где бы на китайских сайтах, где я купил, собственно, экспромайзер, где бы взять вот эти все чудные допы, раз уж на то дело пошлось. Я не нашел. То есть, вполне, нет, я на Алике не шахахался, честно. Мне просто было впадло вот в этих Афгейвых конюшнях ковыряться, да. Но вот на 3F Vape, 2F Dio и Faster, да, как наиболее популярных, наверное, площадках на текущий момент, я, кроме самих экспромайзеров, не нашел ничего касательно обрых. Что ж, придется жить так. Ну, как бы и хрен с ним. У них на сайте есть здоровенный список авторизованных реселлеров, там реально вот такое здравое полотенце как бы идет. То есть, да, конечно, можно по ним пошарахаться, можно воспользоваться гуглом, как я сходу нашел несколько сайтов, где эта херня в виде бабл-гласса стоит 3 евро, доставка стоит конских денег, поэтому я благополучно забил на эту идею болт. Вот и все тут. Что касательно самого бака, то есть, у меня к нему претензий на самом деле не так и много, я его немножко поэксплуатировал, да. То есть, главная претензия у меня, собственно говоря, к нему классическая. Объем. Я понимаю, что, как бы, двухмиллилитровый объем, да, это вещь, которая продиктована директивой ТПД, на которую, как бы, уже все исполивались, да, но от нее, как бы, никуда не денешься. ТПДшечка 2, 2 миллилитра. Да, да, то есть, и производители вот выкручиваются именно продажей допов постфактум, но, тем не менее, то есть, в комплекте он двухмиллилитровый и, я, я, я не знаю, мне этого объема немножко маловато. Да, при этом он 23 миллиметра, как вы знаете. Ну, там даже чуть больше, на самом деле, посадочная 23, а вот эта вот хрень у нее, по-моему, 23,6 аж. Да, но здесь, знаете, здесь уже не накатки, здесь уже прям зубчатые колеса. И, кстати, мне это понравилось, потому что вот эти все накаточные идеи, да, старорежимные, ну, это, конечно, здорово, но мне вот было приятно видеть, что они от них все-таки сумели отказаться. Я не знаю, видимо, это кто-то вот им пережал просто кислородкой питание. Представь себе фев без накаток, это же будет ужас. Ну, я представляю, я видел фотки февов без накаток. Да, я тоже видел со спиренными накатками. Да, это немножко странно выглядит, но не ужас. Муш-мушку спили. Вот, второе, что меня не сильно, скажем, порадовало, да, как он на сухую как бы весь скрипит, это просто пиндец. Ну, Китай. Да, то есть качество обработки у него, конечно, далековато от идеала. Потому что, серьезно, сколько я вот европейских баков видел, да, их берешь, вот начинаешь на сухую именно разбирать, там, собирать и так далее. Все обычно хорошо. Ну, да. А тут любое телодвижение с баком, оно сопровождается скрипом совершенно лютым и невероятным. Прям как титановых изделий. Ага. Да-да-да, я понял о чем ты. Да-да-да. Ну, тем не менее, к этому скрипу как бы только первое время надо относиться плохо, да, потому что потом оренги смачиваются, все смачивается и как бы он исчезает. Но первое впечатление это так, слегка портится, скажем так. Меня вот здесь что удивило, это, знаете, это количество оренгов в зипе. Это вот, знаете, это просто, мило-то мило, они все разные. Ну да. То есть это вот в этом маленьком баке, ну, относительно для... Ну, там реально оренгов даже. Там оренгов просто, знаете, вот как в изделиях от ГГ. Как в изделиях еще свое место кайфом V4 скажем. А, да. Я не кайфом V4, кстати. Это же классический вообще пример был по поводу количества оренгов скопных. Там 20 с лихером. Ну да. Ну и суть. Вот многие обзорщики, я кстати видел, еще ругались на то, что у него топкеп неудобный. Видите ли. Что накатка маленькая, топкеп узкий и снимать его неудобно. А это нормально? Нет, слушай, я вот со своими даже большими пальцами абсолютно нормально к этому отнесся. То есть у меня проблем с раскруткой не было. Я не знаю, еще им не понравилось. С ним была какая история-то забавная вообще. Смотрите, получается X-Vape, когда они сделали несколько уже заводских прототипов таких, да, еще это даже не предрелизная была версия, это были чисто прототипы. Они их разослали разным чувакам пафосным. Ну типа там Тодо, знаете, каким-то еще итальянским, там немецким обзорщиком. Ну по принципу, знаете, ребят, ну давайте вы там покрутите, помутите, вы же типа не первый день в вейпинге там. И напишите нам фидбэк или запишите, расскажете, что кого. И вот какие-то ушлые итальянцы, они, короче, записали видеообзор, выложили его в общий доступ, в котором рассказали, какое это вообще лютое говно, вот, что у него ничего не крутится, там ничего не работает, вообще все хреново, все неудобно, вот. При этом он как бы на многих китайских площадках уже был в предзаказе стоял, потому что китайцы тоже молодцы, они это дело отследили и фоточки понадергали, и типа вот мы тут сейчас будем это все это дело продавать, начали предзаказы собирать. И, собственно, кто-то из XVAPE даже отписывался и в комментариях к этому видео, и вот не знаю, на официальном сайте или нет, но вот на форумах они отписывались на тему того, что, ребят, вот это вот все был даже не предрелиз, это был реально прототип. Мы как бы, собственно, рассылали только для того, чтобы получить отзывы и исправить, скажем так, к релизной версии, да, и по факту вот то, что мы имеем, да, оно мало общего имеет с тем, что было разослано изначально, да, обзорщиком для того, чтобы люди, так сказать, посмотрели, покрутили и ответили, что вот тут у вас, тут у вас косяк, тут у вас тоже косяк, тут он недоподает, тут он переподает и все прочее, да. То есть я думаю, что все-таки, наверное, они с учетом мнения тех, кто не выкладывал свое мнение в общий доступ, что-то допилили. Мне еще что не понравилось, я последний вот буквально пару моментов, да, скажу. Момент первый. Комплектный триптип. Слишком узкая дырка. Да, он очень-очень узкая, вообще, знаете, я понимаю, что всем будут любим поуже, но не в этом случае, да. Конденсат льется на самом деле, это немного неприятно. Да, учитывая, что он сделан по принципу вот такого же дриптипа, как у кайфуна V3 mini, то есть он, грубо говоря, имеет одинаковый диаметр и в том месте, которое, собственно, вы прикусываете, и в том месте, в котором он вставляется, да. И, опять-таки, от кайфуна V у него вот эта вот традиция, которую многие переняли модеры, металлическая часть и часть из Делрина или Ультема, которая вкручивается. В чем проблема? Самостоятельно эту проблему не исправить только заменой дриптипа, да, то есть вот этот дриптип рассверлить будет достаточно проблематично в домашних условиях. Ну, как бы, увы и арх. И последнее, до чего вот лично я хочу докопаться, да, я на это порогивался еще в третьем экспромайзере. Подача у него слишком лютая. Она же регулируется. Я понимаю, что она регулируется и регулируется именно для таких дебилов, как я, но я поясню, в чем прикол. Я накрутил туда стандартную спираль 2,5 миллиметра диаметра, то есть сопутствующее количество вата там как бы оно на месте. Так вот, прикол в том, что это недостаточное количество вата для этого бака. Категорически. На полном серьезе. То есть, если открыть все три дыры, это будет переподача прямо стопроцентная. Ну, вот мне, я сейчас просто тоже поэкспериментировал, пока парил, да, вот он на трех открытых отверстиях начинает хлюпать слегка, шкварчать. А вот когда оставляешь по одному маленькому, ну, ок. Ну, я на двух как бы тоже нормально это все воспринимаю, но вот третье там отверстие по факту несколько лишнее. То есть, учитывая, что бачок позиционируется все-таки как более-менее МТЛ, да, нахрена делает такую ярусную подачу на нем, лично мне не совсем понятно. Ну, может кто-то... Я поясню, я по-другому немножко поясню, да, вот есть тот же самый сквейпом уши, да, с ДКБЕ, у которой здоровенные широкие своты подачи, правильно? Правильно. Так вот, у сквейпа почему такие своты подачи, потому что ты его можешь настроить и как МТЛ девайс, да, с 1,3, допустим, миллиметра обдувом, так и как ДТЛ девайс, грубо там, с 2,5 миллиметра, допустим, обдувом, да, и то есть полностью открытой бюро. И вот там такое количество свотов подачи жидкости, оно смысл имеет. Тут же у тебя обдув ограничен вот этими там 1,8 примерно миллиметра под сбралью. Это МТЛ, ну такой, даже рестрикт и ДТЛ может быть местами, но тем не менее, он не требует такого количества подачи жидкости, на мой взгляд, вот хоть треснет. Только если ты там, я не знаю, херачешь КОЭУ 3 миллиметра диаметра, допустим, хотя при таком обдуве это странно, вот, и вата там у тебя реально много, вот тогда это будет работать? Нет, тут смотри какой момент. Во-первых, можно туда воткнуть порнуху. Объемного зачем? Не, ну зачем, мы же тут с тобой разговариваем не про наши хотелки, а про то, что... Слушай... Маркетинг идет по принципу, купи готовую спираль. Слушай, я понимаю маркетинг, но вот серьезно, я вот парю его на нашем двухпроцентном самозамесе, да, и я не понимаю, как бы, на хера сюда порнуху-то пихать, зачем? Он отлично справляется со вкусопередачей на моножиле. Никаких проблем нету. Зачем сюда может кому-то понадобиться пихать порнуху, да еще и при этом, наверняка, лежит и лить покупные жидкости, которые 20-30% ром. Ну, потому что у людей забитые рецепторы, люди, как бы, люди просто по привычке мотают вот эти вот фьюзы в МТЛ бачки, ну, нравится людям, в конце концов, художника обидеть может каждый и все прочее. Ну да, да, да. То есть, соответственно, испарение объема жидкости за определенный момент на порнокойле, ну, больше, да, чем на моножиле, соответственно, и в данном случае, ну, вполне оправдана такая вот лютая подача. Ну, только если это действительно так рассматривать, что бак пытались сделать универсальным, как под моножилу, так и под порнуху, тогда... Естественно, конечно. Тогда, да, убедимся, больше вообще вопросов никаких. Ну, просто потому что я не вижу иного объяснения, потому что ребята из X-Vape, они, как бы, с точки зрения инженерных каких-то решений, да, ну, я бы их не назвал какими-то недальновидными, да, то есть, вот, несмотря... Мы их, конечно, инноваторами бы тоже не назвали, ну, по-честному. Нет, ну, дело не в инновациях, дело в том, как они существующие решения, даже вот взять тот же V3 Fire, да, как они существующие решения просто взяли и такие, а давайте все это, короче, в кучу слепим и отдадим на аутсорсинг в Китай на производство. Ну, как бы, им же это удалось. Ну, да, оно удалось, действительно. Оно же работало, оно работало, в общем-то, без проблем, если не считать там, как бы, огрехов, которые чисто производственные. То есть, я более чем уверен, что если бы это точилось, скажем, в Германии и бак стоил там 125-150 евро, да, я думаю, что вот этих всех скрипов и всего прочего этого бы не было, потому что там бы просто было все, ну, как бы, на немецком уровне качество изготовлено. На понятно, на каких станках. Да, на понятно, на каких станках, если вы понимаете о чем. Да, это очень тонко. Вот, и, опять-таки, ну, и цена была бы не 40 долларов, блин. Оно, оно, кстати, и не 40 долларов стоит, 27. Ну, это с мапом, да. Ну, естественно, оно везде так, на самом деле, то есть, везде на него ценник поставлен типа 40 баксов, да, а когда выводишь купон, ну, это, кстати, мы уже о хорошем начали разговаривать, у него ценник становится порядка то ли 26, то ли 27 бакарей, то есть, в принципе, это очень хороший МТЛ бачок за недорого получается. Ну, да, да, и у него, вот, по поводу МТЛ, я скажу, что у него очень комфортная затяжка. Ну, да. Вот, есть прям приятная. Я, причем, готов даже признать, вот, сейчас, вот, давайте, пинайте меня, я не знаю, тапками закидывайте, да, мне у него комфортность затяжки нравится больше, чем у склейпов на 1,6 миллиметра. Вот, вот так. Я продался. Я признал. Я твою смелость, Омбар. Я бы сказал, это же храбрость. Да, это такой выстрел себе в ногу только, чтобы у него есть. А вот это было храбро. Да. Тупо, но храбро, да? Ну, как в том анекдоте. Вот. Вообще, на самом деле, бачок обладает совершенно неиллюзорными плюсами, да, которые можно взять и просто подвести в кучу, грубо говоря. Да, он вкусный. Это самое главное. Он действительно самая вкусный. У него, при всех его вот странностях, да, так скажем. Ну, скажем, неординарных решениях. Неординарных решениях. У него очень хороший, плотный, насыщенный, яркий, резкий вкус. Вот, ну, как бы, опять-таки, тут сейчас я себе в ногу выстрелю. Знаете, на уровне склейпов. Вот. Смело. Я думаю, я должен рассказать этот анекдот. Вот, однажды генерал армии, адмирал флота и генерал военно-воздушных сил, или как они там называются, ну, неважно, поспорили, у кого храбрее бойцы. Ну, и, значит, генерал армии подходит к какому-то пехотинцу, говорит, он танк идет, встань у него на пути. Тот встал, танк его переехал. Тот говорит, да, смелый поступок, да. Ну, этот адмирал матросов подзывает, говорит, начни спуск якоря. Тот начинает сброс якоря, говорит, лови якорь, тот бросается, короче. И вот в момент соприкосновения якоря с водой, он между якорем и водой оказывается, и его размазывают просто там. Остальные двое такие, да, это тоже было очень смело. Ну, и главный авиатор такой подзывает пилота. Слышь, говорит, вон, видишь, сушка взлетает. Подойди к этому, к соплу, где выхлоп, и говорит, постой там, пока он не взлетит. Тот говорит, да нахуй ты пошел. Остальные двое такие. А вот это было храбро. Вот. Да. Возвращаясь к вашей тематике. Да, возвращаясь к нашей тематике. Да, при всем при этом, да, при комфортности затяжки и при качестве вкуса передачи. Мне нравится, что здесь, в принципе, грамотно сделано перекрытие подачи жидкости. Ну, несмотря на то, что я вот придираюсь к ее избыточности, да, тем не менее, она сделана, черт подери, хорошо. Многие, кстати, вытягались на этот момент, да, что у него подача жидкости, ну, вот работает очень специфично вот этот узел, что его, видите ли, толком не накрутишь на бокс-мод. Ну, вот, опять же, а зачем? То есть, что не так вообще? Что опять не то с этими людьми? Он нормально прикручивается, нормально откручивается. Да, да, вполне. То есть, здесь достаточно места для того, чтобы охватиться. Мне просто интересно, как он себя поведет с дриптипом, у которого внутренний диаметр 5 мм. Ага, ну, вперед из песни. В принципе, у него неплохо сделана регулировка по забру воздуха. То есть, опять же, достаточно комфортное значение. При всем при этом бачок относительно тихий. Да, кайф. Совсем хорошо. Температура падает практически вдвое затяжки. То есть, на самом деле, с родным дриптипом здесь очень-очень тонкое отверстие. Ну, вот едва ли, наверное, 2 мм. И очень горячо. Даже на термоконтроле... Слушай, здорово. Да, вот если поставите дриптип с широким диаметром, это правильное решение будет. Короче, что можно сказать по итогу. Бак нам сильно понравился. Единственное, реальная передирка к нему, какую можно выдумать. Дриптип поменяйте, а? Да, и с учетом того, что он 23 мм, использовать его, соответственно, на трубах мехмодах диаметром 22 мм, ну, как-то не очень. Тут вам либо бокс-моды, либо искать старые режимные 23-мм моды. Ну, это минусом сложно назвать. Ну, это не минус, это просто такая ремарка. А то кто-нибудь купит, накрутит накуясь и скажет, вот, блин, уроды, обманули меня. Он некрасиво смотрит, выглядит как граната. Дайте подумать. Угадай, кому пофиг. Мне. На этой вот оптимистичной ноте мы, пожалуй, будем закругляться. В общем, бачок абсолютно всем рекомендуем. Несмотря на некоторые специфики его конструкции, которые, скажем, не позволят его в стиках использовать, например. Ну, не во всех. Не во всех, да. Так скажем. То есть, в стиках типа унитаз вполне. В унитазах, да. В месси, если у кого-то он еще, кроме меня, есть, то, да, там он нормально будет вставать. А вот в какие-нибудь хвосты, ну, там будет проблема. Не, ну, с хвостами, конечно. С хвостами будет жопа. Абсолютно точно. А так, бачок очень годный. Как МТЛ решение, да еще и родом из Германии, да, со своими какими-то фишками в разработке. Мне прямо очень понравился за свою цену, как в двойне. Да, да, отличный бачок, можно смело рекомендовать, как бы никаких проблем с его запуском не будет даже у начинающих. Ну, да, учитывая, что там кайфунообразная дека, все как была, так и осталась. Только еще допили, да, собственно, ничего особенного. Собственно, со временных Сопромайзера 1 там была дека, как у кайфуна. Ничего не изменилось. Да. В общем, ссылочку обязательно на это все, крипации, в описании. Вам спасибо, что нас так недолго вытесли и посмотрели. Всем счастливо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok